Хотела сказать доброе утро, а на самом деле добрый вечер. Сейчас 3 сентября, я начинаю свой влог с вечера. У меня завтра день рождения, и Денис меня с 8 вечера запер в нашей спальне. И сказал, что мне нельзя ходить по дому. Так что я сижу здесь, монтирую, я его уже уложила. А еще он мне сказал, чтобы я долго не ложилась спать, чтобы утром поспала. Ну то есть, чтобы я сейчас максимально сидела до последнего. И завтра рано не подскочила, потому что завтра тоже он что-то будет доделать. И я впервые буду снимать влог со своего дня рождения. Покажу вам Еву. Сейчас качество может быть, конечно, очень плохим, потому что свет вообще никакой. Свет у нас просто от шкафа. Что тебе снится, солнышко? Ну а я, конечно же, что делаю? Я тут повыставляла в сториз воспоминания с прошлого года, что было ровно год назад в это время. Денис идет. Что за сентября? Мой первый подарок. Что это такое? Формула вкуса Экобатончик. Рос. Это же зубная паста. Там другой бренд. А, да? Рокс. Рокс. Точно, блин, так мило. Я пошла спать. Всем до завтра. Доброе утро. Меня встретил чаек. Новая кружечка. Денис сказал сидеть здесь и ждать. Ой, тарелочка новая. У нас такой не было. Тут цветочки. В общем, по-русски. С днем рождения, любимая. 22. С днем рождения, красотка. Ева. С днем рождения, мама. А где твоя тарелочка? Не с твоей поем. А тут есть смородина. Я чувствую. Посмотрим, что там посередине. Ой. Я знала существование пеновидных роз, но существование пеновидных тюльпанов. Я не знала. Я тебе сейчас дам кусочек. У нас похожий тортик был на выписку Евы из роддома. Он такой, я не знаю, как йогурт мороженое, что ли. И полностью без сахара, без муки, без молока. Тут из фиников вот эта вот прослоечка. Are you ready? Yes. Итак, чтобы начать, нужно шифр любви угадать. Ева. Нет. Sorry. День нашей свадьбы? No. Чтобы начать, нужно слово любовь угадать. Любовь вам может. Нет. Ты мне дал нет ответ? Что, неправильно? Нет. Лап. Неа. Продолжай. Либо. Нет. Я не хотел бы уже получать нет. Либо, правда? Это правильный ответ. Догадайся, что делать. Ввести пароль Либо. На первом листе ВК. Значит, мне нужно туда. Голосовое сообщение от Дениса. Значит, мне нужно туда. По-немецки ты сделал. Так познавь, что это. Не сомневайся, я лиса. Точнее, слез. Поменьше скептизма. Стоп. Стоп. Сначала прочитай. Лиса устроила западню. Хитро справитесь. Спрячьтесь. Спрятаться. Вы следи ее. И сбери первой. Наступать можно только на этот след. Осторожно, она хитрая. Лиса, я вижу ее. А как ее сбить? Больше не понадобится наступать, опасно. Это сбиватель лист. А если я с первого раза не подойду? Мне получится. Не, не, не. Что? Используй воду. А, это штука. Решил это, зеркало разбить, да? Нет. Не. Успокойся. 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 Все еще висит. А, ее нужно сбить. Правильно. Смотрите, почти сбила. Можно идти туда? Теперь можно войти. Умничка. I'm Artifacts D. Слушай второе задание. Поздравляю с пойманной лисой. Теперь дайте презент в ванной. Там же и второе задание. Butterflies will help you. Good luck. Butterflies. Бабочки мне помогут. Что за у нас интеллектуальный вообще этот клеф? А можно смотреть под матрас? Все, можно. Бабочки. Ааа, бабочки. Я поняла. Это уже такое? Для бьюти-кремиков в трип. Ой, прикольно. Ой, такая классная штучка. Такие travel. У тебя есть такие? Нет, таких нет. У меня такие еще и прикольные, такие резиновые. Сложно тебя в бьюти-теме удивить. Да. Вернись туда, где начала. Туда стремится Евочке нога. Ааа, Евочке нога. То есть там носочки для Евы. Девочку просите. Мама еще маленько поразгадывает. Ну, если захочешь, я тебя возьму на руки. Замочек. Ооо. Артефакт О. Умница, любимая. Слушай, третье задание. А мозаику тоже надо собрать? Слушай, задание. А еще штучку? Это просто по чаю. Шоколад на меду с изюмом. Спасибо. Третье задание. Я тупаю, я не понимаю. Тоди. Умничка, так быстро справилась. Хотела просто впихнуть. Лишь бы вошло. Тоди собран. Да. Тоди собери, по птичкам лети. Домик Тоди найти. В домик Тоди положи. Как положишь, вслух громко скажи. Тоди, будь, покажи. Тоди и покажет. И что, он не показывает мне? Пусть тебе показывает. Рогом. Артефакт И. Умничка, любимая. Лисон, четвертое задание. Ты тарелку швырни. В меня попади. Если попадешь, Маграду найдешь. А ты будешь двигаться? Нет, только защищаться. Сразу награду выбила. Шоколадные штучки. Ищи драконье гнездо. Там, где опаснее всего. Кроме драконов, Не выжил никто. Это что-то наше. Это твой туалет. Да. Это зло ты возьми. Слипи символ любви. Сидеть карты. Де-и-в-о. И тут еще всякие штучки подписаны. Видео. Мой ноутбук в зале. Че? Прочитай все вместе. Мой ноутбук в зале. Оли, верни ты зла. Да. Да. Карпензи. Такой красивый. Ля перла, Бианка. Ля перла? Ля перла. Вот из ля перла. Жемчужинка. Да. Ты моя жемчужинка. Нет. Просил. Это же такое. Ааа. Это портативная зарядка? Беспроводная. Оооо. Саша вообще провод, провода не любит. Блин, как классно. То есть на него можно прям телефон класть, он будет заряжать. Да. Это лично. Хорошо. Открыточка. У меня новая ручка. Ааа, у меня есть подушечка. Так, ну и зачем ты сюда пришла? А, ноутбук. Сегодня самый яркий день для дома. В общем, я закончила квест Дениса. Пришла в конце к видео. Он впервые сделал для меня видео, потому что все разы, прошлые дни рождения, наша свадьба, наши годовщины, я ему постоянно делала видео. И тут впервые сделал видео он. Пойдем сейчас пить чай. Скоро к нам придет массажист. У нас сейчас Ева проходит профессиональный курс массажа. Нет, курс профессионального массажа. 10 сеансов. И вот сегодня, предпоследний раз, к нам сегодня придет массажист. Ну, а потом будем собираться. Мне нужно будет помыть голову, завиться, накраситься. И вечером мы пойдем посидим в небольшой дружной компании. Отпразднуем мой день рождения. Вообще сегодня очень сонная погода, очень облачно. Солнце где-то там пытается выйти. Что у нас тут? Девочка. Маленькая красивая девочка. Красотка. Как тебя звать? Интересно, да? Ева. Впервые так долго, да? Ты солнышко моё. Представляете, уже середина дня. Я еще даже не умывалась. В принципе, из ухода у меня все по-старому. Сейчас очищаю лицо Гельмот и Фраше вместе с щеточкой Форева. Из новинок только тоник от Лерош Позе. Я уже такой полностью один истратила и купила второй. И крем вместе с сыроткой два в одном. У меня это Клиник Айди. Целую банку вот такого же крема от Клиник я уже потратила. И вот это уже даже на середине. Так что мне очень нравится. И сейчас пока буду сушить волосы. Я, кстати, это делаю крайне редко с помощью фена. Вот типа в такие дни, когда, знаете, нужно за два часа и высушить волосы, и их забить. В это время я буду делать маску. Маска у меня сегодня от Кафе Мими. Я его уложила на дневной сон. Только что часть маски очень большая. Часть маски упала на раковину. Но хорошо, что они на пол, я вам скажу. Кстати, маска это разогревающая. Нет, на брови я не хотела. Она действительно нагревается. Но тут средств на самом деле очень даже много, несмотря на то, что у меня такая большая часть упала на раковину. Посмотрите, какая красота. Мне очень нравится игрушка. Мне кажется, самая красивая игрушка, которая у меня только была. Денис сделал в ней кофеечек и принес мне что-то к кофеечку. Шоколадка на меду с изюмом. Такая интересная шоколадка. Итак, я уже навесла макияж. У меня сегодня такие тени блестящие. Смотрите. Это вот такие были тени от Беспешл. Только здесь они в коричневом цвете. У меня розово-фиолетово. Шиммерные тени блестящие. Я не знаю, что делать абсолютно с волосами. Думаю, либо их завить, свои Babyliss, и тогда сделать хвост, наверное, потому что у меня длинные сережки. И у меня достаточно сдержанный костюм, можно сказать. Потому что он такого песочного цвета, абсолютно не праздничный, я бы сказала. Но за счет сережек, за счет прически и макияжа, наверное, мой образ будет праздничным. Я не знаю. Посмотрим. Кстати говоря, из новостей, из бьюти-новостей, я снова сделала себе ламинирование бровей. Только, пожалуйста, не говорите мне ничего. В прошлый раз была ошибка и моя, и ошибка мастера. Почему? Потому что, ну, как в этот раз мне сказал другой мастер в другом салоне, то вот так сгореть волоски, как сгорели у меня, а вы помните, что у меня отпала половина, часть брови, вот-вот, вот она. У меня ее не было полгода. И до сих пор, на самом деле, я бы не сказала, что у меня максимально восстановились волоски. Но хотя бы можно сказать, что у меня существует бровь, что она есть, это уже здорово. Так вот, в тот раз была и моя ошибка в том, что я пришла раньше срока, но была ошибка мастера в том, что, скорее всего, он передержал состав, ну, как мне сказали, вот, в новом салоне. Ну, и что, конечно же, меня не предупредили. То есть, это все-таки задача мастера сказать перед сеансом, типа, а у вас прошло столько-то, столько-то. То мне должны были сказать, нет, иди-ка ты домой, потому что у тебя отпадут твои волоски. Но сейчас, спустя полгода, у меня уже все восстановилось, большая часть. И я сделала снова ламинирование в другой студии, мне держали состав не так долго, и еще я сделала окрашивание. И мне вот очень даже нравится, я намного более быстро сейчас собираюсь по утрам. То есть, мне не нужно много времени тратить на макияж, точнее, я вообще не крашусь, потому что для меня брови — это, ну, прямо вот лицо. Знаете, что я хочу вам еще показать. А вот и мой подарок мне на день рождения. Можно так сказать? Я не знаю, что добавить, что сказать. Это рабочее место, которого у меня никогда не было. Здесь я монтирую видео сейчас. Здесь все мои блокноты, бумажки, всякие ежедневники. Это просто стоит рядышком пенал с моими книгами, тоже с какими-то блокнотами. Но суть как бы, наверное, вот в нем. Нет, не в тебе, парень. Это Денис смотрит какое-то мотивационное выступление чувака. Когда-то, сидя в Нижнем Тагиле ночами и монтируя за каким-то задрипанным, простите, нетбуком, это был даже не ноутбук, понимаете? Это был нетбук. То есть, это такая вещь, типа планшет, но с крышкой. И он был настолько тугим. Ну, вот чтобы вы понимали, обычная программа Google Chrome, Mozilla или через что там люди обычно сидят. В общем, обычный браузер очень сильно тупил. А программа для монтажа всегда очень много весит и очень много требует мощности от компьютера. Поэтому я не знаю, как я на нем монтировала. Я никогда не видела полностью картинку. То есть, чтобы вы понимали, я никогда в процессе монтажа не понимала, что именно я монтирую. Потому что он настолько вис, настолько не мог прогрузить, что я просто интуитивно как-то монтировала. И в конце уже, когда сохраняла все видео, я только тогда могла посмотреть, а что я там вообще намонтировала? Что у меня вообще получилось? И так я могла переделывать какие-то ошибки по 10 раз. И вот тогда, сидя за этим маленьким ноутбуком и просто творя по ночам, потому что я горела этим делом, потому что я знала, что это мое. В глубине души была убеждена, что однажды я сяду за самый мощный компьютер, на котором можно монтировать, в самой мощной программе, насколько эта программа подходит для именно того, что я делаю. И да, вот он сзади меня. Я хочу вам сказать, чтобы вы всегда верили в то, что вы делаете, как бы это уже банально и тривиально не звучало. И кто бы ни стоял на вашем пути, кто бы ни говорил, что это очень странно, так делают все, не актуально, не модно. Засуньте их мнение куда подальше. Никто, кроме вас, не знает, что вы по-настоящему хотите. Никто, кроме вас, не знает, чего вам достичь. Ответ лежит действительно именно в вас, именно в ваших увлечениях. Если вы осознали... Я решила распустить волосы, потому что что-то мне не понравилось. Шишечка. Если вы вдруг осознали, что вы действительно поняли, что вам интересно, что вам хочется, от чего у вас глаза горят, чем вам хочется заниматься, вот просто вцепитесь зубами в эту идею. И несмотря ни на что, ни на чьи комментарии, делайте, делайте и делайте. У Евы праздничный наряд. Все розовое. Ботинки мы сняли. Это ободочек и комбез. Это, кстати говоря, мой лук-чеснок на сегодня. Это просто костюм трикотажный, юбка и кофта такого бежевого цвета. И здесь у меня вот такие лодочки. Лодочки на плоской подошве. Цветочный стол. Здесь гортензии. Это пиановидные тюльпаны, как мне сказал Денис. А это букет пришел от компании Foreo. Такой милой записочкой. Большое-большое спасибо. Это наш супер праздничный обед, на самом деле. Мы просто не хотим наедаться, поэтому мы съедим одну рыбу на двоих, овощи на двоих. И рорки поза-поза-поза вчерашние, по-моему, вообще. Я тут осознала, что я снимаю влог. Бонжорно, вообще. Я не помню, на каком моменте я остановилась. В общем, мы уже на самом деле собрались и подходим к нашему месту празднования. Что сказать еще интересненького? Будем есть. Очень здорово. Я очень рада, потому что мы весь день нормально не ели. С утра поели тортик. Купсик наш уснул. Я в кроссовках, но с собой взяла балетки. Дамская сумочка блогера. В пакете дамская сумка. Штатив. Зарядка с собой, точнее, аккумулятор на запас. И балетки. Дамская сумка. Я взяла балетки. Кедровые орешки, ну это вообще любовь. Денис нашел иностранцев, это сговаривает с ними. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.